Добро пожаловать на мировое влияние и добро пожаловать в Турцию. Эту программу мы снимаем в древних руинах Эфеса. Сегодня мы поговорим о том, как, меняя мир, нужно побеждать конфликт. Сейчас я сижу у огромного столба, который когда-то был частью храма Артемиды. Он был одним из семи чудес древнего мира. Это было удивительное мраморное сооружение, и люди приезжали отовсюду, чтобы посмотреть на него. Когда Павел служил в Эфесе, у него возник конфликт с теми, кто зарабатывал на храме Артемиды. Человек по имени Димитрий решил выступить против пути Иисуса Христа, потому что он угрожал его доходам. Он делал и продавал статуи Артемиды тем, кто пришел посетить этот храм. И в той ситуации Павел многое понял о том, как справляться с оппозицией и конфликтом. Сегодня мы поговорим об этом. Очевидно, что христианство хорошо усвоило этот урок. Храма Артемиды больше нет. Остался лишь один высокий столб и руин, а Слово Божие и христианство продолжают идти по всей земле, и пути Иисуса жив и в 21 веке. Оставайтесь с нами, и если Бог коснется вашего сердца, то позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. Если у вас есть вопросы о руинах Ефеса или других местах, которые вы увидите сегодня, или о послании к Ефесинам, в котором Павел пишет, как справляться с сопротивлением и побеждать конфликты, то обязательно напишите мне. Я хотел бы услышать вашу историю и помолиться о том, чтобы Бог послужил вам. Я очень рад, что нахожусь в руинах древнего Ефеса. Это уникальная возможность для меня и для вас увидеть этот город. Сегодня мы поговорим о победе над конфликтом. И когда я вернусь, то уже буду стоять перед библиотекой Цельса, еще одной великой постройкой древнего Ефеса. Эту программу мы снимаем у древних руин Ефеса. Сегодня мы поговорим о том, как, меняя мир, нужно побеждать конфликт. Оставайтесь с нами, я вернусь к вам через минуту. Скоро все в Израиле изменится. Давайте искать Бога и излияние Его Духа. Это и есть Пятидесятница. На небесах мир и свобода. Кому из вас нужно Божие присутствие в вашей жизни, в вашем служении? Это звук свободы. Церковь помазана, и она чувствительна к Богу. Мы — Церковь Иисуса Христа. Нам нужно идти в мир. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Сила молитвы важна. Наше будущее в безопасности, потому что мы, люди Божие, огонь Святого Духа дан нам, чтобы менять этот мир. Не пропустите. Регистрируйтесь прямо сейчас на Jerusalem2020.com Тысячу лет город Эфес был основным портом, соединявшим Средиземное море с Персией. Перед самим рождением Иисуса он стал де-факто римской столицей всей провинции Азии. С населением в 225 тысяч, Эфес был примерно такого же размера, как Александрия в Египте. Великий храм Артемиды, Один из семи чудес Древнего мира находился в трех километрах на восток от стен города. В величественном амфитеатре на 25 тысяч мест проходили концерты, спектакли, политические и религиозные обсуждения, а иногда и гладиаторские бои. А на центральном рынке можно было найти специи, предметы роскоши, рабов и книги со всех уголков Римской империи. Именно поэтому Павел так много времени провел в Ефесе, проповедуя. Благая весть, проповеданная здесь, могла запросто проникнуть в Азию и за ее пределы. В 117 году римский правитель Аквила сделал город еще прекрасней, построив библиотеку Цельсия. Двойные стены защищали рукописи от перепадов температуры. Второй этаж состоял из коллекции 12 тысяч свитков, что сделало эту библиотеку третьей в мире после Александрийской и Пергамской. Фасад был сделан в стиле коринфских колонн. Они обрамляли три входа. Статуи в нишах символизировали достоинства философа Цельса, мудрость, знания, ум и честь. Библиотека и все ее книги были уничтожены пожаром во время нашествия готов. Это произошло в 266 году. То, что мы видим сегодня, — это детальная и кропотливая реконструкция, напоминающая нам о великолепии Древнего Эфеса. Сегодня мы находимся в Турции, в руинах Древнего Эфеса. Позади меня — Великая библиотека Цельсия, жемчужина этих руин. Во время служения апостола Павла этой библиотеки еще не было. Она была построена уже во II веке, но она стала знаковым местом, достопримечательностью Древнего Эфеса, и это говорит нам о том, что это было место культуры, власти и коммерции. В свое время эта библиотека занимала третье место в мире. Сегодня мы поговорим о том, что мы, меняя мир и делая это, часто сталкиваемся с конфликтами. Так что же нам с ними делать? Павел писал об этом в своем письме из Эфеса, Коринфской церкви. В Первом послании к Коринфянам, 16 главе, в 8 и 9 стихах он пишет такие слова. «В Эфесе я пробуду до Пятидесятницы, так как здесь передо мной широко открыта дверь для служения, хотя есть и много противников. И сегодня я хочу поговорить о том, как побеждать конфликт. Именно в Эфесе Павел столкнулся с конфликтом так, как никогда прежде. Местные иудеи выступили против него. Демонические силы атаковали его. В какой-то момент весь город выступил против Павла. Это был серьезный конфликт. Но посреди этого конфликта Павел проявил себя как великий лидер, меняющий мир. Мартин Лютер Кинг, великий американский реформатор, как-то сказал, «Величие человека видно не в часы его удобства и комфорта, а скорее в моменты конфликта и бедствия». Гарри Рормайер сказал так, «Не забывайте, что все миссионерские продвижения всегда сопровождались противостоянием». Павел тоже столкнулся с противостоянием здесь, в Эфесе. Он сражался с невидимыми силами. Это был серьезный конфликт. А вот что сказано о служении Павла в Эфесе, в книге «Деяния святых апостолов», в 19 главе, 9 стихе. «Некоторые из них, однако, ожесточились и отказывались верить перед всеми брони о пути Иисуса». Тогда Павел оставил их. Он отделил учеников и ежедневно беседовал с ними в школе тирана. А в это время произошел большой мятеж из-за пути. В 19 главе мы часто видим, как христианство и христианский образ жизни назван путем. Сам Павел когда-то был гонителем пути. В 9 главе сказано, что он отправился к первосвященникам за письмами, чтобы разыскивать и арестовывать в Дамаске последователей пути. Что это означает? Христианство названо путем. «Это новый образ жизни, новый путь в этом мире». Путь — это дорога. Или место прогресса, тропа, путешествие или магистраль. Кое-кто считает, что это продолжение того, о чем писал Исаия в 35 главе. «Там будет большая дорога, а она будет названа святым путем. Он будет для Божьего народа». Также Иисус говорил о самом себе. Помните, в Евангелии написано, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И когда этот путь стал распространяться по всей земле, он столкнулся с сопротивлением. Когда магистраль прокладывают через горы и долины, то всегда сталкиваются с сопротивлением и грязью. Также и христианство на пути своего распространения тоже всегда ждет сопротивление. Когда-то Павел был частью этого сопротивления. Но в Эфесе он уже миссионер. Это была его третья миссионерская поездка, и он проповедовал про путь, который теперь стал его жизнью. Но там, где путь разрастается, сатана всегда атакует. Дэвид Магги сказал, «Каждый источник благословения — это точка атаки». А великий пуританин Томас Брукс сказал об этом так. «Если бы Бог не был моим другом, то сатана не был бы моим врагом. И если Бог использует вас, чтобы менять этот мир для Иисуса Христа, то вас всегда будет ждать сопротивления и противостояния. А также вас постоянно будут ждать конфликты». Далее мы поговорим о том, как Павел преодолевал конфликты. Он отправил послание в Эфес, церкви, которая была в городе, выступавшем против Евангелия. Что же такого Павел написал им из тюрьмы в Риме, что могло помочь им в преодолении конфликтов в их жизни. Прежде всего, Павел учил их и нас с вами, что для победы над конфликтом в жизни, а также и в служении, нам нужно помнить, кто мы такие. Именно об этом он и пишет в послании к Ефесиным. Я предлагаю вам послушать эти замечательные слова. Первую главу с 17 по 19 стих. «Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой Он вас призвал. Сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих». В послании к Ефесиным Павел говорит о том, что мы посажены с Иисусом на небесах. Мы объекты Божьей удивительной милости. И благодаря Иисусу мы получили все Божьи богатства. Мы спасены по благодати через веру, и это не наша заслуга. Он учил тому, что мы искуплены кровью Иисуса, избраны, запечатаны Святым Духом, а также мы усыновлены и стали детьми живого Бога. Я считаю, что Павел просто напоминал церкви в Ефесе, кто они во Христе. Чтобы преодолеть конфликт и иметь победу, мы должны не забывать о том, кто мы такие во Христе. Мы — дети царя. Бог на нашей стороне. И Он поможет нам победить врага. Я нахожусь у библиотеки Цельса в Древнем Ефесе. Сегодня мы говорим о преодолении конфликта. Мы меняем мир, и поэтому повсюду сталкиваемся с конфликтами. Что делал Павел, и к чему он призывал церковь в Ефесе, вы узнаете об этом через минуту. Меня зовут Андрея Окер, и я профессора профессионального консультирования на факультете теологии и служения. Я часть ООР уже 12 лет. Моя специальность — это консультирование зависимых людей. Люди избегают конфликтов, потому что это сложно и больно. Думаю, иногда конфликт с другим человеком запускает какой-то внутренний конфликт с тем, в чем они еще не разобрались, и это может вызвать дискомфорт. Задача консультанта — вывести это на поверхность и разобраться с этими сложными вопросами, с которыми необходимо разобраться. И самый безопасный и эффективный способ сделать это через терапевтические взаимоотношения. Когда поднимается конфликт, конфронтация или подключается ваше эго, проявляется личная заинтересованность в результате, потому что так вам будет проще или потому что так у вас появляется обманчивое чувство власти. Тогда это уже проблема. Я думаю, что конфликт всегда может привести к хорошим результатам. Он расширяет наши возможности. Если мы будем общаться лишь с теми, кто с нами соглашается, или с теми, кто похож на нас, то у нас никогда не будет новых идей, креативных мыслей и причин для совершенствования. Но благодаря людям, которые немного отличаются от нас, может возникнуть конфликт, и у нас появится возможность посмотреть на что-то по-новому. Подумайте о новых перспективах. Сегодня мы говорим о том, что мы призваны менять мир, а если мы меняем мир, то нам не избежать конфликта. Павел столкнулся с серьезным конфликтом здесь, в Эфесе. В этом городе он создал большую и сильную церковь, в которой тоже были конфликты. Говорят, что послание к Эфесинам написано в очень высоком стиле в Новом Завете. Кое-кто считает, что это было светское письмо, которое обошло весь азиатский регион. Из этого письма ясно видно, что во время конфликта вам нужно знать и помнить определенные вещи. Прежде всего, посреди конфликта и противостояния помните, кто вы. «Ваше имя записано на небесах, вы получили милость Божию, вы спасены по благодати, и Бог усыновил вас в свою семью, чтобы вы могли противостоять врагу». Во-вторых, Павел говорил им помнить о том, с кем они сражаются. Во время конфликта очень важно помнить, с кем именно вы сражаетесь и откуда исходит конфликт. Павел учил Ефесин не смотреть на людей. Поймите, что за всеми иудеями и за всеми теми, кто выступал против пути, против христианства, стоят духовные силы. Силы тьмы всегда выступают против продвижения Божьего Царства. Когда Павел приехал в Эфес, город был полон идолов, колдовства и демонической активности. В послании к Ефесинам, 6 главе, с 10 по 14 стих Павел писал, «И в заключении хочу сказать, укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Потому что мы боремся не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. Поэтому возьмите все Божие вооружение, чтобы вы смогли противостоять им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев, выстоять. Встаньте твердо». В этом городе был самый большой храм того времени, храм богини Артемиды. Он был одним из семи чудес древнего мира. Он был сделан из чистого мрамора. Его окружали свои люди, посвятившие свою жизнь Артемиде и поклонявшиеся этому идолу. За этим идолопоклонством стояла высокая демоническая активность, противостоящая Евангелию Иисуса Христа. Люди выступали против Евангелия. Иудеи отвергали его. Город даже взбунтовался против пути. Но правда в том, что за этим стояла духовная сила, власти и начальства, с которыми сражался Павел. В послании к Оринфинам он пишет так. «Я видел в Эфесе диких зверей». В ходе своего служения в Эфесе Павлу казалось, что это сражение всей его жизни. Но он понимал, с кем он сражался. Он сражался не с иудеями, не с жителями, и даже не с Дмитрием, который делал и продавал статуи Артемиды. «Он сражался с властями и правителями тьмы этого мира». Билл Гласс сказал по этому поводу так. «Христианин — это не тот, кто отстраняется, а тот, кто проникает». Павел решил не отступать, когда столкнулся с тем конфликтом. Павел решил, что не позволит духовным силам Эфеса помыкать им. Поэтому он твердо отстаивал свою христианскую позицию и увидел великие, божьи чудеса. Роберт Хайнлейн сказал, «Лучшие вещи в истории были сделаны людьми, которые устали от того, что ими помыкают». Те, кто меняют мир, всегда сталкиваются с конфликтами. И Павел учил Ефесин, «Помните, кто вы во Христе, и помните, с кем вы на самом деле сражаетесь». Ну и последнее. Помните, что нужно для победы. В послании к Ефесинам Павел говорил о том, что для победы нужно делать две вещи — стоять и молиться. Иными словами, не бегите от врага. Наоборот, твердо стойте в вере и верьте, что Бог вам поможет. Не уставайте, но продолжайте стоять столько, сколько нужно, чтобы пришла ваша победа. Я уверен, что сатана хочет измотать нас, чтобы мы сдались и перестали стоять. Деннис Гарвин сказал по этому поводу так. «Самое сильное оружие сатаны — это не искушение, а отчаяние». А Боб Сорга сказал так. «Цель военных действий врага в вашей жизни — заставить вас упасть духом и потерять уверенность. Не обязательно, чтобы вы лишились спасения. Главное, чтобы вы утратили надежду на Божью помощь. Враг хочет подавить вас и сделать из вас такого христианина, который уже отчаялся увидеть силу Божьего воскресения. Враг хочет, чтобы вы потеряли всякую надежду и перестали противостоять Ему». Павел писал, «Сделайте все, чтобы выстоять, и стойте. Будьте постоянны. Не двигайтесь. Стойте». Алексис де Токвель, который приехал в Америку, чтобы открыть для себя демократию, писал, «Устойчивость — это главная составляющая силы. Ничто не любит или боятся так, как то, что может просуществовать долго». Библия говорит, что церковь в Эфесе решила прислушаться к наставлениям Павла. В книге Откровения Иоанн написал о церкви в Эфесе такие слова. «Я знаю, что ты стоек, что ради моего имени перенес трудности и не изнемог. Посреди конфликта и противостояния церковь в Эфесе научилась быть стойкой, и из-за этого враг боялся их». Павел писал, «Сделайте все, чтобы выстоять, и наденьте все Божие вооружение». Он говорит о разных вещах для головы, сердца, бедер и ступней. Затем он пишет, «Возьмите щит веры, которым можете погасить все огненные стрелы лукавого и меч духа». А в конце он дает самое важное и мощное оружие. Секрет победы над сопротивлением и победы в конфликте — это стоять и молиться. Эфесиным 6 глава, 18 стих. «Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в духе». Не отступайте. Не бегите. Посмотрите в лицо конфликту. А потом обратитесь к Богу за помощью, за мудростью и благодатью для победы. Чарльз Сперджон сказал, «Когда не можете воспользоваться своим мечом, возьмите оружие всякой молитвы. Ваш порох может отсыреть, тетива на луке растянуться, но орудие всякой молитвы не должно никогда выходить из строя. Мы должны научиться тому, как искать Бога посреди конфликта, из личного опыта знаю, что когда я ищу Бога посреди конфликта, то мое сердце становится мягким, и я нахожу помощь для моей ситуации». Павел говорил церкви в Эфесе, в городе, который Риана, выступал против Евангелия и публично бронился путь. «Стойте твердо, не бегите от конфликта и молитесь всеми возможными молитвами, при любой возможности, потому что Бог поможет вам одержать победу. Тех, кто меняет мир, всегда ожидает конфликт и ожидает противостояния. Но со Христом мы можем преодолеть всякий конфликт и изменить мир для его славы». Университет Орала Робертса представляет Медиасаммит 2019 21 и 22 мая город Талса, Оклахома. На этой двухдневной конференции вас ждут дискуссии и обсуждения с топовыми лидерами индустрии, а также секционные занятия для лидеров церквей, служений и технических команд. Специализированные занятия улучшат медиа, продакшн и профессиональные навыки. Сегодня мы говорили о победе в конфликте. Возможно, вы столкнулись с сопротивлением в жизни или в семье из-за того, что выбрали путь Иисусом. Если вам нужна молитва, то позвоните мне или зайдите на наш сайт. Я с удовольствием послушаю вашу историю и помолюсь за вас. Церковь Эфеса находилась в городе, полном конфликта и противостояния Евангелию. Павел знал об этом, поэтому написал Ефесиным письмо о том, что им нужно быть сильными, стоять твердо и молиться во всякое время. Многие годы отношения с Иисусом вызывали конфликт. В книге «Откровения» переданы слава Иисусу. Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжицы. Я знаю, что ты стоик, что ради моего имени перенес трудности и не изнемог. Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал. Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Посреди конфликта и противостояния они выпустили из виду отношения с Иисусом. Не позвольте этому случиться с вами. Не позвольте изнуряющему конфликту в вашем сердце увести вас от Иисуса. Влюбитесь в Него с новой силой, потому что именно Он сражается за вас и дает вам победу. Сегодня мы побывали в руинах древнего Эфеса. С вами был Билли Уилсон и Мировое влияние. И в современной Турции, в руинах Эфеса, мы рассказываем миру об Иисусе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орел Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарном. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру через конгресс Empowered 21. Чтобы подробнее узнать об Empowered 21 и других всемирных событиях, зайдите по адресу, который сейчас на экране. Для того, чтобы поддержать эту программу финансово, заказать любую продукцию и попросить о молитве, просто зайдите на наш веб-сайт. Скоро все в Израиле изменится. Давайте искать Бога и излияние Его Духа. Это и есть Пятидесятница. На небесах мир и свобода. Кому из вас нужно Божие присутствие в вашей жизни, в вашем служении? Это звук свободы. Церковь помазана, и она чувствительна к Богу. Мы — Церковь Иисуса Христа. Нам нужно идти в мир. Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. Сила молитвы важна. Наше будущее в безопасности. Потому что мы, люди Божии, огонь Святого Духа дан нам, чтобы менять этот мир. Не пропустите. Регистрируйтесь прямо сейчас на жерусалим2020.com Продолжение следует... Продолжение следует...